Дорогие друзья, мы возвращаемся в передачу Нины Бастетт, неочевидное, но вероятное. Номер телефона в студии 847-400-5200 и у нас есть звонок. Уже нет, человек не дождался. Ну ладно. Если у вас есть такая возможность, человек, который позвонил, я знаю, что у вас был вопрос, пожалуйста, перезвоните. Ну а мы пока продолжим. Прошу. Хочу начать вторую часть нашей программы с такого высказывания, которое мне очень понравилось. Сказка не есть фантазия. Сказка есть история, повествующая о забытом величии человека. И поэтому все сказки, рассказанные про Кайлас, это, наверное, те истории, которые мы просто забыли. А сказки, мы даже сегодня про сказки говорить не будем, потому что именно вот в буддизме и индуизме есть потрясающе красивые, как в индуизме есть такая книжка потрясающе красивая, называется «Прахвабадгита», не помню, «Гита» ее называют. И там такие красивые сказки про богов. И ее сестра Азита. Да, Гита Азита, да, то есть как бы, да, помним. Поэтому те, кто я знаю, что многие люди читали, а есть, кстати, фильм потрясающе красиво сделанный, поэтому индусы умеют все очень так чувственно и красиво делать. И это красивые сказки о том, наверное, в каком-то не в прямом значении, но в переносном значении о том, как возникал мир, как боги тоже устраивали войны и так далее, которые очень полезно почитать иногда людям. Первое предание, которое говорит и чем знаменит Кайлас, это о том, что там где-то хранится такой камень, который называется камень Чантамани или Чантамани. Этот камень, загадочный камень Сариона, это посол с далекой звездной системы, содержит некое вещество, якобы помогающее хранить вибрации дальних миров. Он дает лучи, проникающие через все океаны и горы, на благо людей. И в одной легенде, которую записал Рерих, этот камень был в центре щита сына Солнца, опустившегося на землю для помощи людям. Когда неожиданная тьма поглотила солнце, сын Солнца отчаялся, выронил щит, и тот разбился при падении о землю. Камень из разбитого щита, обладающего силой мира, достался царю Соломону. Этим камнем поочередно владели царь Соломон, правители Китая, Индии и Тибета. Черный камень обладал чудесными свойствами, способными менять мир. Иногда камень начинает светиться, я не буду все читать. Так вот, именно странное свечение, которое идет с Кайласа, видели все путешественники. Вот не только что попало на какой-то сайт, и человек вроде бы ничего там сильно много не видел, но он говорил, что вот он ночью вышел на воздух с палатки, и каждые 3-5 секунд в небе вспыхивали шарообразные яркие вспышки, похожие на изображаемые тибетцами священные радужные сферы. Размером футбольный мяч. И еще одно явление, которое есть, очень загадочное явление, в горе Кайлас есть определенная трещина, которая как бы она и вертикальная, и горизонтальная. И когда оттуда идет свечение, и эта трещина напоминает свастику. То есть мы знаем о том, что свастика – это священный знак, один из священных мистических знаков, то есть Гитлер его просто взял к себе. Кстати, я не знала о том, что Гитлер, оказывается, в какой-то период, я не помню в какой период, поменял свастику. То есть он все-таки вначале ее сделал в том же направлении, как она была, как она должна быть мистически, а потом он ее, как бы после экспедиции на Тибет, которая была, он для чего-то ее поменял. Также, значит, Кайлас мистически связан именно с этим древним свастиком. То есть на южном лице Кайласа это находится, вот это грани которого… Сейчас, окей, грани Кайласа, вторая загадка Кайласа. Все грани Кайласа ориентированы точно по сторонам света. Ну точно или почти точно. Ну да. И вот на одной из южно-южной стороне Кайласа расположена вот эта вертикальная трещина, которая примерно посредине пересека горизонтальной, и когда лучи определенные солнечные падают на нее, рисунок свастики. А вот в традиции Бон, вот это, которое мы упоминали, да, вот эта самая старая религия, это известная, гора известна под названием девятиэтажная гора свастики. То есть для них девять свастик, взятых вместе, символизирует девять путей Бона, то есть девять путей развития религии, не знаю, потому что я не очень в этом разбираюсь. Итак, то есть первая загадка – это вот эта свастика, которая действительно там есть, и то есть это очень странный разъем, да, то есть как бы странная трещина в этой горе. Второе, вторая очень интересная вещь, вообще, это о том, я еще буду об этом тоже говорить, ну, опять я упомянула, что строго по сторонам света расположены все грани этой пирамиды, потому что если посмотреть на Кайлас, это действительно вот как полуразрушенная пирамида, очень напоминающая пирамиду, пирамиды Египта. От Кайласа идут странные лучи в космос, и люди это наблюдали, то есть строго перпендикулярно из Кайласа идут лучи в космос, и не только с одного Кайласа, но и с нескольких других пирамид расположенным рядом. В этом комплексе, да. Да, вот, например, Эрнст Молдашев сначала, как все, кто начинает экспедиции в Тибет, они начинают из Непала и попадают в столицу Непала, в Катманду. В Катманду есть комплекс такой, я не помню, как он называется, где очень много ступ. Ступа это их, вот это их священная, ну, как бы церковь, да, то есть по-нашему. И нет ни одной, там, по-моему, 108, я не записала сколько, не помню, с цифрами у меня не все в порядке. То есть ступ, нет ни одного повторения. То есть ступа это темпл? Ступа это темпл, да, это храм. Храм. Храм, да. Вот это именно тот храм, про который я в прошлой передаче рассказывала, находятся вот эти странные глаза, которые смотрят конкретно на Кайлас. То есть и вообще во всех китайских храмах и буддистских храмах эти глаза нарисованы, которые, если вы помните, то Эрнест Молдашев на основании этих глаз нарисовал человека, или не человека, кто это был, тот обладатель этих глаз, которые ему помогли во всех его экспедициях получать информацию, которую другим людям не давали, потому что они не понимали, откуда у него изображение этого человека. Итак, то есть все, значит, что считает Молдашев о том, что вот это, в Катманду вот этот комплекс, это и есть миниатюра комплекса Гарикайлас, то есть вот этой мандалы. И второе его предположение, то есть это уже не предположение, потому что это можно вычислить, что Калас находится вблизи 30-й параллели, а 30-я параллель – это пояс, где находится большинство вот этих всех мировых монументов, которые мы не можем объяснить понятия, не можем понять, откуда они возникли, как они возникли, и у нас только догадки, то есть это и пирамиды, и всех загадок древности. У Кайласа есть пирамидальная подобная форма, которую люди называют гора Кайлас пирамидальной формы, но Эрнст Молдашев назвал это конкретно пирамидой. Также в этом комплексе есть такие, как называемые каменные зеркала времени, и по-моему, я так понимаю, что в древних текстах они так и называются зеркалами. Эрнст Молдашев не читал в древних текстах, но он их назвал зеркалами на основании того, что у них такая вогнутая форма, и есть такие зеркала, которые трансформируют время и реальность. И вдруг у меня вылечило из головы его название, того человека, русского ученого, который сделал с ними зеркала времени. Я забыла, но неважно. То есть он это назвал зеркалами, потому что там есть долина смерти на Кайласе. И все люди, которые туда попадают, то есть, во-первых, некоторые из них просто на самом деле умирают, некоторые умирают потом от страшных болей. И Молдашев туда, кстати, пошел. Он считает, что это долина, где происходит абсолютно чистое очищение человека. То есть если человек уже готов уйти, наверное, он умирает, но если ему нужно, чтобы очистить свою карму и так далее, и связано это именно с вот этими вогнутыми зеркалами. Не могу вспомнить название, но неважно. И поэтому, то есть, именно вот эти зеркала, которые связаны с космосом. То есть там сегодня ученые на самом деле нашли... Но они что-то отражают эти зеркалы? Они не отражают, это камень. Это сделано из камня. Они называются зеркалами, но это никакого отношения к зеркалу не имеющие. К отражению и так далее. То есть это называется каменные зеркала. И те, кто сегодня уже... Есть организация, которая проводила вот этот в 14-м, по-моему, уже два у них было, две конференции. Там вот эти люди, они заказали съемки с космоса и получили это. И они на этом основании рассчитали даже углы, под которыми эти зеркала построены, и как они транслируют информацию в космос. То есть в принципе это передатчики. Если у нас, если мы скажем даже, мы назовем бы это не зеркало, а вот эти радиолокаторы, то есть как-то чем-то, если посмотреть на фотографии, то можно чем-то сказать, что вот у нас радиолокаторы может быть построены именно по этому принципу. Но оно меняет время и пространство, эти зеркала вот каким-то образом. Поэтому мы не знаем, как. Еще уникальное явление, это вот, как я сказала, лучи, идущие в космос, а вот эта группа, которая путешественников, они увидели абсолютно вертикальную радугу. Конкретно вот у них есть фотография этого, очень интересная. Четко вертикальная радуга, которая, они сказали, была там минут 15 и исчезла. То есть какая-то активность там происходит постоянно. То есть какая-то обмен информации между космосом и Землей идет постоянно. Также там находятся три самые высокие водораздельные точки, где сходятся истоки трех великих рек Азии. Это Брахмапутры, Ганда и Инда. И вообще там начинают свое начало четыре главные реки. Брахмапутра, Карнами, Инд и еще какая-то четвертая. И все это лежит, все начало этих рек лежит в 40-40 километров друг от друга. То есть это единственное место, где так... Да, мы понимаем, что там много ледников и так далее, но тем не менее, это все мы... Все эти реки считаются святыми по всей Азии. Поэтому и они все начинаются именно там. Вообще считается, что... А, и еще, что вот эти три... 30 водораздельных... Вообще в мире всего 30 водораздельных точек. Три из них, вот эти самые главные, находятся там. И когда... Есть там фотографии, они когда сделали из этих точек, соединили их, там получился равнобедренный треугольник. То есть вообще по поводу треугольников я скажу, когда, если успею, дай бог. Потом там есть священные долины жизни и смерти. Еще очень интересная. Там формы горных образований. Со спутника видны несколько горных образований, которые соответствуют знаку Ом. Все, наверное, слышали такое понятие Ом. Это... Сейчас вот скажу, что такое Ом. Это мантра Ом, которую люди произносят. Но на самом деле это ведический символ. И вот этот ведический символ изображен... Там есть и между... Там буквально две горы, которые его просто организуют. Это видно с... Образует образование вот этих Ом. И размеры около 2,8 километров. И между этими Омами проходит тропа паломников. И в принципе считается, что когда люди, паломники проходят по этим, так как Ом это... Вообще сам Ом для западных людей... Западных, да? Нет, восточных, я извиняюсь. Для Востока, да? Для Востока является очень сильной мантрой. И он помогает установить связь со своей глубинной сущностью. То есть Ом это то, что люди произносят, медитируя. Да, Ом это то, что люди произносят, медитируя. И оно помогает... Это вообще вибрационное понятие. То есть вибрации очень сильно повышаются. И человек может соединиться со своей... Установить связь со своей глубинной сущностью. Это то, к чему стремятся все духовные практики. И когда они проходят между вот этими двумя образованиями, которые были кем-то построены или кем-то сделаны, то считается, что они даже очищают карму. Ну окей, тогда... Вот ты только что сказала. Значит, тогда получается, что комплекс Кайласа, он был кем-то построен, или он появился откуда, из недр земли? То есть как он там появился, этот комплекс? Ну есть современные скептики, говорят, естественно, что это вот просто мать-земля, там вот горы, таким-то и каким-то образованием, горное образование, которое никем не было построено. То есть природой просто созданная система. Ну если мы посмотрим на это глубже, и с философской точки зрения, то все созданное природо создано каким-то образом. То есть у нас вообще нет никаких ошибок, у нас нет хаоса. Например, расстояние от земли до солнца настолько точно вымерено, что если бы оно было на пару метров ближе, то мы уже бы сожглись, а если бы на пару метров дальше или километром, то мы бы замерзли. То есть здесь вообще, то есть все было кем-то создано. Вопрос кем? Да? То есть... Мандала, то есть не может быть просто вот так вот раз и построили все так обдуманно, да? Вау, тогда еще один вопрос получается. Вот ты говоришь, опять же, мандала, да? То есть кто-то или люди рисуют эту мандалу, да? Так вот, комплекс Кайласа, был ли он создан путем нарисования мандала? Это хороший вопрос. Я не знаю, что было первым, курица или яйцо, да? Не знаю. Ну, как бы, меня там не было, наверное. А если я была, то я забыла. Нет, просто действительно интересно, потому что если, допустим, учесть то, что кто-то создал вот этот вот комплекс, то его, наверное, создавали путем нарисования вот этой мандалы, путем ее геометрических фигур. Ну, если подумать, как мы строим дома с этой точки зрения, то, наверное, сначала рисуется архитектурный план. Чертеж, правильно? Да, архитектурный план, а потом строится на основании этого. Если думать, что это человеком построено. Даже не человеком, почему? Или кем-то. Если это даже построены боги, то, кого мы называем богами. Я хочу всех, чтобы все поняли, то, кого мы называем богами, это не является тем единственным богом, который существует. То есть все эти боги, то, кого мы, земляне, называем богами, это уже подразделения, я не знаю, какие-то офицеры нашего бога. Министры. Министры, да, министры-капиталисты. То есть я верю в единого бога, который создал и тех сущностей, которые нам помогали. Но мы не знаем, как возникла земля, и я уже несколько раз на эту тему говорила. Очень много интересной информации, как возникла земля. Поэтому, если все-таки боги сами создались, то сначала, наверное, они нарисовали мандалу. Ну, они, да, они же не просто так взяли и начали складывать. А потом на основании этого построили этот город. Лично мое, я просто хочу, я хотела это в конце сказать, но я просто хочу сказать мое личное мнение, как все-таки это было. Вот это то, чего там на основании моих чувств, эмоций, там, каких-то информации, которая мне приходила, и когда я читала, и когда я медитировала. Я считаю, что когда-то вот этот район Кайласа был действительно настоящим городом. И это был великолепный город, такой именно, как описывается в священных писаниях и Индии, и Тибета. И он действительно существовал. Но что-то в какой-то период времени на Земле изменилось. И этот город просто перешел в другое измерение. И он как существовал, так и существует. И перешел он в другое измерение вместе со своими, теми, кому там жил. Были ли это там атлантцы или лемурийцы. Кто бы это ни был в тот момент там, я думаю, что там были и атлантцы, и атланты нескольких поколений, и лемурийцы. И они жили в этом городе, и они действительно поднялись и ушли в другое измерение. То есть они существуют параллельно нам. И каким-то образом энергетически нам помогают. А город, который был физически за времени, я не знаю, сколько это, может быть, миллион лет назад, пару миллионов лет назад, просто так же, как пирамиды, постепенно разрушался и разрушался. Как же его строили? Наверное, строили его, вот я расскажу сейчас, все-таки я хочу успеть рассказать гипотезу Эрнста Молдашева. То есть, потому что несколько вещей, которые он как бы предположил, мне очень нравятся. Ну, первое, что он сказал, и некоторые уже были даже какими-то экспедициями и анализом данных уже подтверждены. Например, о том, что все великие древние монументы на земле связаны между собой, это уже как бы факт. То есть, потому что его можно просто вычислить, посчитать и так далее. Но он, я, кстати, упомянула это в прошлый раз, о том, что он, когда они связали все эти монументы, они все связаны треугольниками. И каким-то образом, для всех значений имеют для этих треугольников, там везде были цифры 6 и 9. То есть, следующее, что он увидел, о том, что египетский сфинкс смотрит на Кайлас каким-то образом. Все эти монументы, особенно пирамиды, были, как считает, я говорю еще раз, как считает Эрн Смолдашев, ну, просто это очень интересная теория, были построены для того, чтобы немного уменьшить негатив того излучения наших мыслей, как бы путем их стирания в этих формах треугольников. То есть, они были построены как волнорезы. Как волнорезы, да. Потому что уже, опять же, по его теории, которые он основанал на основании и текста в Лавацкой, и Рериха, а также его расчетов и анализа, то есть, он тоже там неглупый мальчик, уже на Земле произошло 4 апокалипсиса, которые стерли подлостью с лица Земли цивилизации и все население Земли. И именно для того, чтобы предотвратить следующий апокалипсис, который нам уже предговорили в 2000 году и в 2012 году, то есть, мы все-таки пережили, слава Богу, что древние цивилизации, боги, кого мы называли богами, построили вот эти монументы. И каким-то образом вот энергия этих монументов, не вся земная энергия, так как они существуют на разных планов, она каким-то образом фильтрует наши мысли, не допуская эти мысли в пространство вариантов, как мы называем, божественное пространство. На Земле, как считалось, 4 апокалипсиса, связаны это было со смещением полюсов Земли. И смещались, каждый раз эти полюса Земли смещались на 6666 километров. И он считает о том, что первая ось, не помню, первая или какая, или вторая ось Земли проходила между Кайласом и островом Пасхи. Про ось Земли помните мы говорили? Конечно, да. То есть Кайлас и остров Пасхи были когда-то осью Земли. О том, что сейчас происходит постепенное смещение оси Земли, уже известный факт научный. Именно этого и том, что магнитное поле Земли там немножко разрушается. То есть это то, чего боятся. То есть именно люди, наши ученые, просто об этом не говорится в большой публике. Следующее, что он сказал, это что существует генофонд планеты. Это люди, которые ушедшие в глубокую медитацию, которая называется самати или самадхи. И это сделано, они могут выйти из нее для того, чтобы сохранить людей, помочь людям. Считается, что Будда был один из таких людей. И вот представитель, в смысле бог религии Бон По тоже являлся один из таких высших самадхи. То есть и там в предыдущих цивилизациях это люди, лемурийцы и атланты, и живут они под землей. Вот как называется Шамбала. Шамбала это подземный город. Подземный город это часть, это огромная часть на Тибете, в которой много-много всяких подземных, как их называют, кейвс? Пещеры. Пещер, где живут эти люди в самадхи. То есть самадхи это сильнейшая медитация, где человек сидит, он не кушает ничего, но его душа с ним связана все-таки. Это не окаменевшее тело. То есть это в принципе и есть, как по его предположению, стражи наших мыслей. И последнее, о чем он считает, что пятая раса людей, это мы, арийцы, которые были созданы, а по-нашему, по-русски, клонированы. Именно этими расами предыдущими. Ну, как бы мы созданы по подобию Божьему, да? То есть если так подумать, у нас просто осталось буквально две минуты. И также я хотела бы просто вам сказать. Поэтому наши мысли очень важны. Я закончить хочу словами Будды. Мысль проявляется как слово. Слово проявляется как дело. Дело перерастает в привычку. Привычка закрепляется в характере. А посему внимательно наблюдайте за мыслью и ее проявлениями. И пусть она произрастает из любви. Рождается из заботы обо всех существах. Как тень следует за телом, так и мы становимся тем, что мы думаем. Потому что чем больше мы думаем положительного, тем больше вероятность того, что с нами все-таки апокалипсис не произойдет, и мы выживем, и будем счастливы. Вау! Здесь, ой, это очень сложная тема. Здесь очень много о чем говорить. Если вас это интересует, на интернете есть информация, не так уж много. Купите книжку Мулдашева. Может быть, вы с ней тоже, вам она тоже понравится, как и мне. Будьте счастливы. Замечательно. Спасибо огромное, Ниночка. Будьте здоровы. До следующей нашей встречи. Ну и обязательно что-нибудь интересное нам расскажете. Следующая передача будет про Таро. У меня заказ от клиента. Вот, все. Будем выполнять заказы. Спасибо огромное. Всего хорошего.